Всем здравия! Сейчас промелькает текст, его читать несколько минут, я поэтому наускоренно его здесь залил, чтобы не размазывать ролик и так не короткий. Вообще рекомендую досмотреть его до конца. Для того, чтобы прочитать в начале текст, на шестеренку нажимай скорость 0.25 и временами нажимай на паузу. Все! Трусость спрашивает, безопасно ли это? Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает, популярно ли это? Но совесть спрашивает, а правильно ли это? И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является небезопасной, неблагоразумной, непопулярной, но ее нужно занять, потому что она правильная. Мартин Лютер Кинг Бывало и лучше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В межпланетный космос люди так и не вышли. Смертельные болезни не побеждены. Энергии, управляя умом термоядерного синтеза, человечество так и не обзавелось. Голод не побежден. Социальное расслоение выросло и до сих пор растет. И так далее, и так далее, и так далее. То есть практически все, о чем мечтали фантасты и футурологи, не воплотилось. Но были все же отдельные личности, которые предугадали вектор развития нашей цивилизации. Причем в таком, надо сказать, мрачном направлении. Ну это люди типа Уэллса, Оруэлла, Рассела, я имею ввиду Бертрана. Ну о них особый разговор, поскольку это не совсем ученые. Да и не совсем люди. Но были и вполне обычные люди, писатели, фантасты, которые более трезво смотрели на будущее. Например, наш Иван Ефремов. Ну а в детстве я прочитал библиотеку всемирной фантастики. И я поразился разницей во взглядах на будущее у наших фантастах, которые мечтали о коммунистическом будущем, и западных, которые нередко рисовали весьма мрачными красками будущее. Давайте вспомним, как планировалось будущее в Советском Союзе. Ведь был могучий такой госорган, госплан, специальные институты при нем. Детальные планы шли в Совет Министров. Теперь ничего подобного нет. Ну а как выполнялись пятилетние планы в Советском Союзе? Это были планы развития. Они планировались с запасом на случай всяких непредвиденных обстоятельств. И выполнялись обычно досрочно. Помните, были девизы типа «пятилетку в четыре года» и так далее. Планы были реалистичны, они выполнялись. Ну а теперь же планы развития – это некие декларации, которые выполнять вовсе не обязательно, поскольку никакой ответственности за это правительство не несет. Практически эти планы за прошедшие 15 лет провалены. А у власти остаются все те же люди. Но мы, пожалуй, вот в этом году впервые пришли к ситуации, когда на следующий год планируется уже не бюджет развития, а бюджет деградации и развала страны. Сокращается все, что можно. Здравоохранение, образование, социальные расходы. Даже территории России те сокращаются. Ведь вспомним, когда присоединили Крым, то одновременно происходило утверждение программ ТОРов. Музыка. 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 Уже сегодня стоит главной новостью всех мировых новостей. Ну а сейчас вместе с нами весь Крым и вся Россия. Сегодня полуостров и большую землю свяжет построенный вами Крымский мост. Я искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днём. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, ещё при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. То есть территория опережающего развития, а вот им уже отдавалось более 70 территорий Крыма. Причём ведь эта территория практически выводящаяся из состава России, на которых иностранные монополии имеют право не выполнять российские законы и даже изгонять оттуда местных жителей. Вот сокращается государственная собственность. Причём объяснение этому безумию, как следствие нехватки денег, совершенно несостоятельно, поскольку сокращается доля государственных расходов в валовом продукте страны. То есть разворовывание и приватизация государства продолжаются всё более высокими темпами. При этом растёт социальное расслоение, а сохраняется плоская шкала налогообложения. На практике это даже шкала не плоская, а регрессивная. Тем не менее, развитие в некоторых отраслях всё же планируется, но оно весьма специфическое. Это такие проекты, как электронное правительство, как, помните, была такая форсайт программы «Действует 2030», теперь это «Семья 2030». Программа по превращению детей в чипизированных рабов, внедрение электронного паспорта, развитие электронного правительства. И так далее. Принимается цифровая стратегия развития России на пять лет. Вот чему посвящена нынешняя пятилетка. Россия принимает участие в женевских конференциях по построению единого электронного мирового пространства. Ну, всё это проводится в целях построения, на самом деле, Орловского общества, то есть программы нового мирового порядка. И, скажем, на корпорации «Роснано» или «Сколково» выделяется денег примерно на порядок больше, чем на всю Российскую академию наук. И слава Богу, что этими корпорациями заведуют такие люди, как Чубайс и Вексельберг. Иначе бы программа чипизации населения у нас бы проходила гораздо более высокими темпами. То есть это тот случай, когда воровство и разбазаривание денег идут на пользу. Так что ситуация на самом деле такова, что в России, ну, а также на Украине уничтожается всё, что можно, включая коренное население. Но при этом, при явном недостатке бюджета, находятся деньги на построение электронного концлагеря. Всё это, конечно, не случайно. И в России и на Украине действительно строится новый мировой порядок. Если коммунизм был, по формулировке Ленина, как известно, советская власть, советская власть плюс электрификация всей страны, то можно сказать, что новый мировой порядок – это власть сатаны-антихриста плюс чипизация всего населения. При этом у нас всё время говорят о разрушении капитализма и крахе США. Но у нас-то с Украиной положение куда хуже, чем в Америке. У нас построены совершенно уродливые олигархические образования, где капитализм доведён до абсурда. Ну, а если посмотреть логотипы наших крупнейших компаний, ну, также и украинских, то там же сатанинская эмблематика, так же, как и на эмблеме «Единой России», так же, как на членском билете «Единой России». Таким был Мишка на логотипе партии «Единая Россия» до 26 ноября 2005 года. На съезде партии в 2005 году было принято решение по изменениям символики партии, и Мишка стал таким. И потом кто-то первый заметил, что это козёл в облике медведя. Символом партии является обращённый шествующий медведь, медведь-оборотень. Имя этого козла – Бафомет. Из Википедии. Бафомет – это демон Идал. В средние века проклятую диволицу Бафомет называли супругой проклятого сатаны. Изображение Бафомета является символом сатанизма. Бафомет – это астральное двуполое божество. Гермафродит. Бафомет – это астральное двуполое божество. Ему поклоняются и приносят жертвы сатанисты. 19 августа 1918 года в городе Литл-Рокки, штат Арканзас, сатанисты открыли двухметровый бронзовый памятник Бафомету. Надпись на плакате «Религиозная свобода для всех». Они хотят, чтобы власти позволили им не убирать статую, так как по Конституции США у них есть право на свободу религии. Об этом сообщает Fox News. А вот открытие Гатарского тоннеля в Швейцарии в 16-м году, на котором присутствовали мировые лидеры. Вся церемония открытия была сатанинским ритуалом. Бафомет на этой церемонии практически главный герой. «Религиозная свобода для всех» «Религиозная свобода для всех» «Бафомет держит на коленях кадуцей». Из википедии «Кадуцей» или «Кирикион» – это жезл глашатаев у греков и римлян, или название жезла гермеса, обладавшего способностью примерять. Сходные символы были распространены и у других древних народов. Подобно современному парламентерскому флагу, кадуцей был необходимым атрибутом глашатаев, отправлявшихся в неприятельский лагерь и являлся залогом их неприкосновенности. Также встречаются другие его описания, к примеру, символ ключа, творящего предел между светом и тьмой, добром и злом, жизнью и смертью. Также символ равновесия, который достигается через объединение противоположностей. Эмблема сновидений, так как обладал способностью усыплять людей и пробуждать их ото сна. Символ единства солнечных и лунных богов. Схема сверхтонких структур человека, центрального канала, левого и правого, а также символа развитого разума, без которого невозможна духовная эволюция. Символ дальнейшего эволюционного движения к единому, невыразимому, изначальному и вечному, выше слов, понятий и определений. Так же как схематическое изображение ДНК человека. Нет более неконкретного символа с таким многообразием описаний. Довольно-таки часто кадуцей встречается в руках христианских священнослужителей. А кто такие были славяне? Это варвары? Барбары. Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Согласно Библии, Еву искусил змей. Георгий Победоносец победил зло, воплощенное в змеи. Кадуцей со змеями никак не может нести положительный посыл в данной религии. В христианстве кадуцей становится атрибутом Богоматери Софии. С ним ее можно видеть в православной иконографии. Например, икона «Премудрость Божия София» и икона «Святой праотец Аарон». В описании иконы подробно расписана символика каждого участника на иконе, но не предмет в руках Богоматери. Эта статуя Кадуциус находится в Иезуитском университете в Сент-Луисе, основанном в 1818 году. Французским епископом и иезуитом. Поразительное сходство. Название статуи Кадуциус с иврита означает «инициализация». Инициализация – это обряд перехода индивидуума на новую ступень развития в рамках какой-либо социальной группы или мистического сообщества. Среди ритуалов перехода особое место занимают ритуалы инициации или посвящения. Еще не забыли, что Бафомед тоже держит на коленях Кадуцей. Равно как и Богоматерь София и священнослужители РПЦ держат его в руках. Кадуцей на эмблеме Федеральной налоговой службы РФ. Кадуцей на эмблеме Федеральной таможенной службы РФ. Кадуцей на флаге Налоговой службы Украины Кадуцей на эмблеме Налоговой службы Украины Кадуцей на эмблеме Медицинской службы Армии США То есть получается, что действительно руководство этих организаций поклоняется сатане. Ну и наша медицина в этой же упряжке. Кадуцей на эмблеме Медицинской службы Украины Более того, ведь и наше высшее руководство, не стесняясь, показывает знаки рогатого Бога, Мана Кармута, знак сатаны. И это совершенно публично делается. Кадуцей на эмблеме Медицинской службы Украины Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok И говорил Господь Моше так Заповедай Аарону и его сынам так Вот учение о всесожжении В праздник Йом-Кипур в Иерусалимский храм Приводили жертвенный скот Овна, тельца и двух козлов одинаковой масти Первосвященник бросал жребий И по его выбору первого из козлов Приносили в жертву вместе с тельцом За грехи священника и еврейского народа Их кровью освящали скинию А туши позже выносили и сжигали вне стана По скинии вообще отдельная тема А на второго козла священник Символически возлагал грехи всего еврейского народа И его уводили в пустыню По другой версии козла уводили в иудейскую пустыню Где сбрасывали со скалы под названием Азазель в пропасть Отсюда и пошло козел отпущения В ряде иверских источников говорится Что в жертву приносились совсем не животные А люди другой национальности Не евреи Точнее сказать гои Если Авраам по повелению бога Без раздумий был готов убить собственного сына То что тут говорить о каких-то боях Логотип правящей партии Единая Россия Имеет четкий посыл к владеющим ивритам Все что исходит от этой партии Имеет силу приказа, указа, повеления Люди в этой вселенной Всегда были разобщены Их разъединяют расы Религии И ложные учения А мы пытаемся Исправить эту ошибку Ведь существует иная вселенная И эту вселенную открыл он Там каждый может все начать сначала Там вас ждет жизнь без боли Идеальный Новый мир Вселенная смерти В логотипе ясно указан раздел Тор и ЦАФ Повествующий о жертвоприношениях И порядке их проведения Обозначена жертва Русь, имеющая своим символом Обращенного медведя Медведя-оборотня Козла отпущения грехов Еврейского народа Причем я одно открытие сделал Я шепотом его скажу Не дай бог не говорите никому Партия Единая Россия Смотрите Партия шесть букв Единая шесть букв Россия шесть букв Три шестерки Партия шесть букв Партия шесть букв То есть получается, что действительно Руководство этих организаций Поклоняется сатане Так что если мы будем пытаться ответить на вопрос Откуда происходит все это безумие И как из него можно выйти То, конечно, надо обратиться К той программе Которая в концепции общественной безопасности Называется библейским проектом порабощения человечества Но на самом деле эта программа не только порабощения, но и его уничтожения Ведь в 95-м году В нашей думе проходили слушания По вопросу принятия концепции общественной безопасности Она была рекомендована к изучению И было одобрено ее распространение Но уже недавно Книги генерала Петрова По концепции общественной безопасности Были объявлены экстремистскими Более того, вскоре и Основооблагающая книга Покоп Мертвая вода Также была признана экстремистской То есть те вопросы о глобальном управлении Которые поднимались в этой книге Вот спустя 20 с лишним лет После обсуждения в Думе По какой-то причине у нас Становятся запретными Поэтому будем максимально толерантными Как теперь говорится И будем излагать факты Без каких-либо категорических моральных оценок Верьте моим словам Нас ждут дьявольски суровые времена Но чтобы выдержать тяжкие испытания Мы прежде всего должны убить себе страх Я стою здесь перед вами Лишенный всякого страха Я ничего не боюсь Прежде всего потому, что помню Но помню не о том, что нам с вами предстоит пройти А вспоминаю путь, который нами пройден Я помню, что вот уже сто лет Мы под угрозой торжения машин Я помню, что все эти сто лет Они посылают своей армии Чтобы уничтожить нас И на протяжении этих сто лет войны Я помню о самом главном Мы еще живы И сегодня настал час выступить против их армии И пусть сегодня содрогнутся стены этой пещеры И пусть сегодня всколыхнется земля И дома, и стали, и камни Пусть нас будет слышно от раскаленного до красной ядра До черных небес Настал час напомнить им о том, что Мы живем на отцовской земле Внуки сварога, славные дети И летит на крылатом коне Парусь в далекие тысячелетия Мы живем на отцовской земле Наши дети, славянские дети И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия И летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия Редактор субтитров А.Семкин